Всем привет! С вами Ёжик и сегодня у нас награды за Weekend League. У меня собралось аж 3 пака по 3 информа. Ещё один пак есть с 11 информами, но всё-таки, скорее всего, я его не открою, потому что командная неделя вроде как хорошая, но не настолько крутая, чтобы я аж так вот разошёлся на все паки с информами. Но прежде всего напоминаю, что спонсором этого выпуска является компания 1xbet, которая радует меня своими высокими коэффициентами, быстрыми платами и надёжностью. Ссылочку на сайт я оставлю в закреплённом комментарии. Ему и специальный промокод Ёжик принесёт до 100 уносных баксеров для новых пользователей. Весьма-таки симпатичная команда недели на самом деле. Самыми крутыми героями здесь являются Антуан Гризман и Бен Йедер, но у Гризмана, к сожалению, карточка на позиции левого вингера, а не там Цапа или Страйкера. Из-за этого, мне кажется, его стоимость чуть-чуть выше могла бы быть. С крутым ударом, правда, 3 звёздочки на Вик Путин. А вот этот паренёк настоящая машинка, но маленькая, я думаю, что он не самый высокий, да, и сильный. Бен Йедер действительно крутой, 5 звёздочек Вик Пут, удары достаточно хороши. Лонгшоты его тут слабое место, но вспоминая предыдущую Фикфуле 19, он и лонгшотами отличался, при том, что вроде как не должны были заходить, да, что-то мне подсказывает, что он и здесь может стрелять. Тайсон получает информ, совсем недавно с ним увиделся, и вот он уже в команде недели. Может быть, я фарт приношу, не знаю, лучше бы себе его сейчас принёс с факами. Я бы хотел эту карточку в красной версии, я понимаю, что Бен Йедер и Гризманны, это не те карточки, шансы на которых очень сильные, но вот на Тайсона почему бы и нет 84-й рейтинга, и на Супер Саба был бы просто замечательный. Мечтая, тут и лонгшоты есть. Айвик, фут, три звёздочки, Буна Инголана, действительно потрясающие статы, но, друзья, позиция правого вингера. Кто-то может его всё-таки залинковать в свой составчик через условного Мертенса, да, и там Син Синни как-то тоже выехать. Это возможно, у кого серия вообще красива. Кому-то в качестве Супер Саба зашёл бы офигенно я здесь. Помню его рарную версию. Вы помните, как я её хвалил. Уверен, что информ будет ещё круче. Выбора другого нет. Чуть не забыл про Димарию. Весьма-таки неплохая карточка, но две звёздочки с 2б0. Ну, это сразу можно взять и вот так вот крестик поставить на Димарию. Это у нас Элита-1. 27-2 я сыграл. В 29-м матче проиграл и забыл о топ-100 в этой Юкин-лиге. Но Элитка-1 это тоже достойно всегда. 125 тысяч монет, два пака за 100-ка, два пака по 3 информа в каждом и три красных информа на выборы. Перед тем, как сейчас получить красные информы, я предлагаю вашему вниманию мой первый пак с 3-мя информами, который я засейвил ещё с предыдущей валочки. Нужен нам волкаут. Дайте мне Бангидара или... Нет, это не волкаут. Это шлак в первом паке с 3-мя информами. Ангелочек рейтингом 82. Да, боюсь за свои информы завтра. Мина. Хорошо, красные информы. Поехали. Порадуйте меня. Бенедер на Ингулан, Тайсон. Хорошо, Тайсон уже есть. Замечательное начало. Бенедер на Ингулан, Хумельс. Рейтинг подъехал так внезапно. Дают же рейтинг, зараза. Че на Бенедера? Бенедер на Ингулан хотя бы. Гризман не нужен. Нет, Парехо. Вот такие вот у меня красные информы. Хумельс, Парехо. Жаль, что не на Ингулан или Бенедер. Переходим к моим пакам. Два пака за 100к и два пака по три информа. Пак с единственной информой будет ждать какой-то фантастической команды. Пак за 100к идет. Это не волкаут. Это Шмейхель. Пак за 100к тебе игрок с рейтингом 83. Ну что это за жопа? Давайте пак с информами теперь откроем. Затем еще один пак за 100к и еще один с информами. Будет ли здесь, может быть, волкаут? Есть волкаут хорош. В Бразилии. Тайсон. Понятно. Это не тот пак, в котором я бы хотел видеть Тайсона, но... Иду кура здесь. Вот это... Это интересно. А Тайсон сколько стоит, кстати, если продаваемый? Тоже где-то 50 тысяч. Ну, неплохо. По сравнению с вчерашним паком, так точно. Пак за 100к. Второй. Дайте волкаут. Я офигею. Паки за 100к здесь за руки бегаешь. Шмейхель и трап. Какая задница. Последний пак с тремя информами, да? Можно хотя бы Бегидера, а? Ну, пожалуйста. Оп, волкаут. Наймбулан. Хорошо. Пойдет. Но жаль. Действительно жаль, что его не дали красный информ. Так бы круто мне пошел качество суперсаба, а? И еще один Дукуре и Лаутаро Мартинес. У него была там максималка до 70 тысяч, никто не продавал. Подтянули до 150 и пошла продажа. Я думаю, надо подождать, может быть... Ах, забудь. Но, хорошо. Спасибо за Наймбулана. Это все мы продадим. У меня такое чувство, что в паках за 100к мне и ей не досыпали как следует. И сейчас, возможно, я впервые в FIFA 20 возьму не монетки, а паки. Мегапак и пак за 50к. Контент. Поехали. Мегапак. 30 карточек. 18 вероятных. Луги мои скрины на обложке. Ну! Блин, нет. Это... Не волкаут. Это... Артур. Лучел все еще здесь. Надеюсь, что я не прогадал. 12 вероятных игроков. Пожалуйста. Давайте волкаут. Ой, зря я это сделал. Пиличич, привет. Бери монетки. Всегда бери за Райвл с монетки. Всегда. Ух ты! Джорджиньо вот такой вот здесь. 8 тысяч. Первая моя лига чемпионовская карточка, друзья. Пишите в комментариях, кстати, вы берете монетки или все-таки паки. Но антрейдовал паки я вам точно бы не советовал, потому что выпадет там вам что-то, что по химии не подходит. И что с этим делать? Ну вот вам, пожалуйста. Посмотрите, как красиво Тайтон сейчас вписывается в мой составчик на скамейку вместо Лосану. Он лучше абсолютно во всем. Только пейс на одном уровне. Так что Лосану теперь смело можно будет продать. Заметили еще и Покба. Правда, да, я его купил за 399 тысяч. Надеюсь, он еще чуть-чуть подтянется выше, чем 400 к под Велочку следующую. Да, я себе брал Покба для того, чтобы попробовать центр поля, когда там играет поль. Мне понравилось то, что с Покба я все-таки чувствую себя в атаке комфортнее. Но когда я обороняюсь, это провал. 530 тысяч. Плюс тот же Покба или Канте, которого я продам одного из двух, это уже 900. Плюс там Ленглей еще на скамейке это уже миллион. Плюс у меня очень много карточек высокорейтинговых. И информов всяких, которых тоже надо распродать будет, если захочу что-то серьезное взять. Ну, в общей сложности у меня будет где-то так полтора миллиона, может даже до двух. И надо будет подумать, что с этим делать. На сегодня все. С вами был Ёжик. Если видос вам понравился, то обязательно ставьте лайк. Тут хотелось бы сказать, не берите паки за Rivals, берите монетки. Но это игра на удачу. А вдруг кому-то повезет. А может быть я в следующий раз еще как-то возьму. Не знаю. Ну, а сегодня у нас информная Ингулана лучшее, что выпало в наградах. Ну, не самый плохой вариант, согласитесь. Пускай будет так. Увидимся, до встречи и всего хорошего.